Бумеранг адских санкций Статья на альтернатива.орг за 30 декабря 2019 года Дмитрий Славский Санкции, заставшие базирующуюся в Швейцарии компанию AllSys, которая занимается укладкой труб для трубопровода Северный поток-2, сверхоперативно заявить о приостановке работ, действительно можно назвать адскими. Как следует из письма сенатора Теда Круза и Рона Джунсона, направленного руководству компанией санкций США, грозят AllSys блокировкой всех ее транзакций, осуществляемых через американскую финансовую систему наложением ареста на находящуюся в юрисдикции страны собственность, включая штаб-квартиру дочернего предприятия AllSys USA в Хьюстоне, а также заморозкой финансовых активов в американских банках и задержанием судов или же материалов компании на территории или в территориальных водах Соединенных Штатов. Наглость и беспардонность американцев просто зашкаливают. Все ведь свои действия они объяснили заботой об энергетической безопасности Европы, а посол США в Берлине Ричард Гренелл подлил масло в огонь, заявив, что почти весь день слышат от европейских дипломатов благодарность за то, что мы, американцы, приняли эти меры, дескать. Если серьезно, 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что Соединенные Штаты должны поддержать их усилия, поэтому санкции предоставляют собой очень проевропейские решения. Так родители наказывают детей за неразумные, на их взгляд, поступки в их же детей интересах. И неудивительно, что в прессе и заявлениях политиков такое отношение понимания не получила. Лидер фракции левой партии в Бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, «Те, кто полагают, подобно американскому послу, что могут как хозяин имения решать, кто управляет в Европе, не могут служить в Германии дипломатами. Если правительство всерьез считает, что суверенитет у нашей страны имеется, оно должно немедленно его выдворить». Ее заместитель Фабио де Мази заметил, «Санкции США против законопослушных европейских компаний противоречат нормам международного права. Соединенные Штаты просто хотят навязать нам свой сланцевый газ. Они хотят заставить европейцев покупать сланцевый газ, который опасен для окружающей среды. И это сильный ход, учитывая бушующий в Европе экологический психоз». А официальный представитель фракции другой, набирающий силу оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге по вопросам энергетики Штефан Котре заявил, что ситуация вокруг газопровода «Северный поток-2» свидетельствует о капитуляции Германии перед США. Правительство Трампа держит Германию под прицелом, и Гренелл играет роль нападающего. Однако, как бы ему не переусердствовать. Для Трампа, ЕС и Германии, очевидно, не союзнические партнеры, а вассалы, которые облагаются данью. Наша независимость санкционирована. «Мы не будем кланяться этим методом вымогательства», приводит немецкое издание заявления лидера парламентской фракции, входящей в правую коалицию СДПГ Рольфа Мюцценича. Показателен заголовок статьи из французского издания. «Франция занимала по отношению к СП-2 нейтральную позицию. В проекте она не участвует, российского газа закупает мало». «Северный поток-2. Европейский союз и в ярости по поводу американских санкций». Французское издание пишет об экономической и геополитической битве между Вашингтоном и Брюсселем. Не между Вашингтоном и Москвой, а между Вашингтоном и Брюсселем. Издание отмечает, что 18% ежегодного потребления газа Евросоюза поступает из России, что новые американские санкции ставят под вопрос капиталовложения объемом в десяток миллиардов евро. Половина этих денег вложена Газпромом, другая половина – пятью крупными европейскими компаниями, находящими прямой интерес в строительстве «Северного потока-2» и представляющими Германию, Францию, Великобританию, Австрию, Нидерланды. Выразили возмущение санкциями многие представители крупного бизнеса. Санкции против «Северного потока-2» – это удар по Европе и тесному союзнику Германии. Настало время Берлину и Брюсселю занять ясную политическую позицию и ответить целенаправленными мерами. На карту поставлена независимость Европы в сфере энергетической политики. Приводятся слова президента Германа Российской промышленной палаты и главы концерна ОМВ Райнера Зелле. «Посчитала нужным высказать свою позицию относительно американских санкций и немецкое объединение машиностроителей. Последствия так называемых экстерриториальных санкций должны быть смягчены. Германия является одним из крупнейших экспортеров и должна выдвинуть в ЕС собственную инициативу», заявил исполнительный секретарь немецкого объединения машиностроителей Тило Бродман. Против введения американских санкций высказался официальный представитель Евросоюза, в котором, по словам Гренела, выражали озабоченность Северным потоком-2, подчеркнувший недопустимость принятия подобных мер в отношении европейских компаний, ведущих законную деятельность. И, конечно, прозвучали заявления немецких правительственных чиновников, причем еще до вступления закона о санкциях в силу и заявления ОЛСИС. «Наша позиция в отношении экстерриториальных санкций ясна. Мы отвергаем их», – заявил пресс-секретарь федерального министра экономики Питер Альтмайер ХДС. Министр иностранных дел Хейко Маас раскритиковал это более четко. «Европейская энергетическая политика решается в Европе, а не в Соединенных Штатах». Олаф Шольц – вице-канцлер и министр финансов Германии. «Подобные санкции – это не что иное, как грубое вмешательство во внутренние дела Германии и Европы, а также посягательство на наш суверенитет. Мы считаем это неприемлемым. В кругу друзей и союзников по НАТО нечто подобное просто неуместно». А в заявлении Кабмина ФРГ указывается, что Берлин, с сожалению, принял к сведению вступление в силу инициированных Конгрессом США санкций против «Северного потока-2» и «Турецкого потока», передает ТАСС. Там напомнили, что отвергают такого рода экстерриториальные санкции. Они затрагивают германские и европейские компании и представляют собой вмешательство в наши внутренние дела, подчеркивается в заявлении. Это уже не мнение конкретного политика, пусть и занимающего официальную должность, а официальная позиция правительства. Нужно отметить, что обвинения во вмешательстве во внутренние дела с точки зрения дипломатического языка являются крайне серьезной претензией. Правда, сама Ангела Меркель была более сдержанной. Она заявила в Бундестаге, что не будет вводить контрсанкции. Мы против экстерриториальных санкций, и вчерашнее решение явно пришло из прошлого. Подобные проблемы мы имели с Ираном. Я не вижу никаких других вариантов, кроме переговоров, но разговаривать надо о том, что такая практика неприемлема, и что эти экстерриториальные санкции будут иметь последствия. Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация вокруг проекта «Северный поток-2». Но что характерно? Даже это высказывание, самое популярное, считающееся проатлантическим, немецкое издание «Билд» трактовало, как объявление войны Дональду Трампу. Можно посмеяться над тем, что само несогласие с тем, что названо вмешательством во внутренние дела, трактуется как объявление войны, но показательно другое. Публикацию проатлантический «Билд» многие считают пиар-ходом, призванным продемонстрировать немецкому обществу твердую позицию «Бундес-Канцлерин» в защите национальных интересов. Ведь слабая позиция может аукнуться на выборах, сыграв на руку пока не системным альтернативе для Германии и левым. Сам переход которых в системные, который неизбежен при росте их результатов, необходимость договариваться с ними о коалиции станет мощнейшим ударом по атлантизму. А если в Германии повторится феномен прихода к власти совершенно антисистемного Трампа, возмущение американскими методами охватывает все более широкие слои не только немецкого и европейского общества в целом, но и политическую, особенно бизнес-элиту, в которой режим антироссийских санкций приносит огромные убытки. Владимир Путин во время большой пресс-конференции привел экспертные оценки, по которым Евросоюз от действий антироссийских санкций потерял 240 миллиардов. В данном же случае действительно можно говорить о выходе санкционной войны на качественно новый уровень. Всем понятно, что интересует их лишь собственный интерес в поставках в Европу своего дорогого сжиженного газа. Пикантная же ситуация в том, что правительство Германии, в целом поддерживающее киевский режим, столь последовательно отстаивает Северный поток-2, несмотря на ведущуюся против него с момента старта проекта сильнейшую кампанию. В первую очередь именно из соображений энергетической безопасности, которую освобождение от критической зависимости от посредника, да еще такого как Украина, может только укрепить. Ведь пока львиная доля российского газа поступает в Европу через Украину, можно говорить, что вентиль находится в американских руках. Причем направлены нынешние санкции уже не против непосредственно России, а против европейских компаний, которым заокеанская держава указывает, с кем иметь дело, а с кем нет. И происходит это на фоне того, что евроатлантическая солидарность и так трещит по швам. В доминирующем в ЕС тандеме Франции и Германии в последние месяцы очевидна тенденция, что Эммануэль Макрон активно развивает тему европейского суверенитета в контексте снижения зависимости от США и прямо призывает к кардинальному улучшению отношений с Россией. И это тот случай, когда понятно, против кого он предлагает дружить. Ангела Меркель же занимала проатлантическую позицию, что в частности обозначилось и во время саммита Нормандской четверки, где она в целом поддержала Зеленского в то время, как Макрон занимал позицию, близкую к российской. И вот такая благодарность от США, причем как в плане уважения к Германии, как к великой державе, союзнику, так и Bundeskanzlerin лично, для которой реализация СП-2 имеет принципиальное значение. Поэтому наверняка, пусть не декларируемые публично, но серьезные контрмеры германские власти предпримут. В первую очередь следует ожидать, что усилится поддержка СП-2, что они еще настойчивее, чем прежде, будут добиваться выведения Северного потока-2 и увязанных с ним газопроводов из-под действия третьего энергопакета. А в ЕС именно после американских санкций противникам проекта будет тяжелее отстаивать свою позицию. И наверняка значительно затормозится строительство терминалов под американский сжиженный газ, который Меркель согласилась возвести, дабы снизить американское давление против Северного потока. А затормозить при желании можно до бесконечности. Примером чему новый берлинский аэропорт, который немецкие власти очень хотят, действительно, но никак не могут достроить и запустить уже 25 лет. Но это тактические последствия, а в стратегическом плане они могут оказаться весьма серьезнее. Не рискну утверждать, но нынешний американский Демарш станет соломинкой, ломающей спину верблюда, хотя справедливее говорить об увесистом тюке. Но то, что он сильно приблизил неизбежный момент, когда терпение Европы, не только Германии, лопнет, для меня очевидно. Ведь так часто бывает, что попытки дряхлеющего гегемона все более жесткими мерами укрепляют свои все более шаткие позиции, приводят к прямо противоположному результату. Дмитрий Славский, специально для Альтернатива.орг Бумеранг адских санкций